Что было на самом деле? Юкос, не Юкос, а Ходорковский, принял решение поддерживать людей, которые соответствуют нам под взглядом, то есть которые а за демократию, б за плюрализм, свободу и так далее. Этим людям помогали деньгами на компаниях, абсолютно это не скрывая. Это абсолютно прозрачная позиция, не скрывая не только от общества, но не скрывая от Кремля. Можно даже сказать, согласовывая, потому что мы не хотели действовать в темную и не хотели быть их врагами, вот впрямую. Мы им говорили, вот этих людей мы подняли. Вы не против? Есть какие-то, может быть есть какие-то проблемы, может эти люди уголовны, может всегда было нормально, всегда в общем договаривались. И были люди, которые с нами или у нас работали в регионах, которые хотели и мы им тоже помогали. Так что это не коррупция и это ни в коем случае не контрольный пакет. Это некоторое количество людей, но людей не глупых, убежденных, интеллектуальных, которые действительно могли завоевывать определенные позиции. Иногда эти люди занимали позиции противоречивые по отношению, там скажем, бескомпромиссные по тем или иным законам по отношению к правительству. Это означало, конечно, неприятность определенную для Кудрина, Грефа или кого-то, что надо было продавливать этих людей. Но в рамках русского менталитета, российской системе координат, это бы означало в их голове, что надо договариваться с Ходорковским. Понимаете, да? Однако не было патронажа депутатов содержательного, был патронаж идеологический. Было, как бы это сказать, те депутаты, которые пользовались нами, а мы пользовались ими, да, они были партнеры идеологические. Они могли советоваться, но сказать такому человеку, да, что ты пропустишь что-либо, потому что это нужно власти, это значит дискредитировать себя в глазах таких людей. Ровно поэтому мы, как бы, делали постоянно ставку на СПС и на Яблоко в те времена, то, что там больше людей свободных со своим мнением, взгляды которых соответствуют нашим взглядам. А дело все в том, что те люди, которые вошли в коммунистическую партию, да, назовите их своими, не своими, но кто-то из них работал даже в ЮКОСе, они левые по убеждению. Если вы говорите про Кандаурова, про Муравленко, это их убеждение личное, понимаете, они левые, вот что я могу сделать с этим, они хотели туда. Что значит мы их провели, опять же? Но вы помогали. Муравленко, Кандауров, сами договаривались в ЦК, там, в этом, как у них там называется, Зюгановым, не знаю с кем, сами договаривались, что пойдут в списки. Если они приносили что-то в общую кормушку, это, так сказать, их вопрос, да, то есть, хороший, высокоплачиваемый специалист, один был президентом компании до нас.